приветствую друзья с вами виталий и сегодня мы продолжим с вами тему про адаптацию к американскому менталитету мы будем с вами говорить о такой стартовой единицы как курс курс или система адаптации к изменениям менталитета можно сказать таким образом да по-английски можно назвать масс масс методология какая-то методика к адаптации какой-то системы куд придумать да мы и создаем и с вами опишем в терминах в терминах для начала для понимания электротехники поэтому нас беспокоит такое слово адаптация и повседневной в повседневности мы говорим о какой-то бытовой адаптации до адаптация там документов адаптация там статуса адаптация языковая адаптация на работу адаптация такие такая достаточно большая работа люди проводят над собой когда адаптируется в быту среди обитания другой да но мы говорим с вами маленькая по-другому это адаптацию слова применяем как изменению к ментальности ментальности среди обитания очень тут интересно и получается вопрос для понимания вам вот по поводу электротехники вот этот розеточку вилочку мы знаем такую европейского типа до который мы привыкли использовать и мы ее называем евро вилка там еще называем и в американской электротехники другая вилочка до электрическая и вот этим мы как бы и должны себе представить что мы создать создаем с вами вот такой адаптер адаптер чтобы перейти с нашей от нашей вот такой вилочки перейти вот на такую вилочку да очень такая непростая задача на самом деле здесь значит в чем наша наша задача существует смотрите мы когда подключаемся вот к европейской вилочки мы именно и говорим мы подключаемся культурно культурно или традиционно то есть мы питаемся от европейской вилочки энергии культуры культурами и традициями и нашей истории это постсоветского пространства влияние влияние европейской культуры или там азиатско-восточных традиций на очень большое мы постоянно к этой розеточке подключаемся вынуждены так подпитываться из нее и мы знаем из истории что наша такая привычка уже такая привычка подключаться к этой розеточке вынуждает нас так тесно взаимодействовать с ними с этой культурой европейской и традициями и теперь мы с вами переключаемся на другую розеточку совершенно другую видите она другая мы не можем сюда вот так подключиться она другая и здесь даже европейцы к ней не могут подключиться если вы переезжаете там из германии в американскую среду обитания или вы из израиля переезжайте и в американскую среду обитания или из другой европейской страны переезжайте то есть есть из вас кто-то смотрит или интересуется вот этим видеороликом и находится здесь в европе и вы интересуетесь американским интеллигеном или вы русскоязычный понимаете меня или читаете субтитры которые я здесь делаю на английском языке да то это тоже самое у вас вы когда из европы хотите попасть в американскую среду обитания у вас это вилочка там другая вы не можете подключиться вы не можете подключиться к американскому менталитету если тут букву м написать да мы вот здесь буква м здесь ментальность американская вы к ней хотите подключиться и вот и для этого нужен переходник но здесь секрет в чем что вот здесь вот здесь ментальность она как бы она как бы создает напряжение то есть или этих терминах электротехники до напряжение создает на 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 ментальность есть у нас есть культура и традиции понимаете а здесь ментальность есть культуры и традиции вам придется создавать самим понимаете сами здесь как бы вам некуда подключиться какому-то какому-то как говорится к земле к родной да мы не можем подключиться земле к родной к национальной среде обитания свои к своей родине к отечеству и так далее то есть вы здесь отрываетесь от культуры и традиций своей страны и своей национальности и так далее. И мы получаемся здесь такие без земли здесь мы. Без земли. И здесь у нас ментальность одна. И вам необходимо создать свою собственную культуру, свою традицию и так далее в каком-то сообществе. И соответственно, вот этот адаптер, такой адаптер, он будет иметь именно пространственно-временные характеристики, в первую очередь. И вы в эти пространственно-временные характеристики будете в них создавать свою культуру, субкультуру или какой-то культ будете создавать. И какие-то традиции, обычаи. Вот в этом адаптере. Чтобы вам перескочить. Перескочить отсюда сюда. То есть иметь возможность подключаться к американскому менталитету. Для чего надо подключаться к менталитету? Вы скажете, многие-многие люди создают небольшие внутренние сообщества национальные. И в них как бы живут всю свою жизнь в американской среде обитания. И даже не выходят за рамки этих районов, городов, областей, каких-то. И там ведут свой бизнес, маленький там и так далее. Кто-то же выходит за эти рамки, рано или поздно. И кто-то же приносит сюда ресурсы в это сообщество. И если-то вы будете приносить ресурсы в свое сообщество, то у вас будет необходимый переходник. переходника. О чем здесь мы говорим? В первую очередь о том, что о ментальности. То есть нам нужно подключиться к американской ментальности с какой целью? С целью подключиться к среде обитания как самосознание. Есть такой термин самосознание. Если вот здесь мы этот термин самосознание широко используем и понимаем его как национальное самосознание. Мы можем сказать немецкое национальное самосознание или французское какое-то национальное самосознание. Он там тоже делится и так далее. Мы можем в этом сказать. Но сказать американское национальное самосознание такого мы не можем сказать. Мы не можем, нет американцы, не ставляют ни нацию какой-то, культивируют они ее, с помощью культуры, традиций, национальностей. Нет национального самосознания здесь. Здесь у нас есть традиционное какое-то самосознание, вот у нас два самосознания здесь есть, мы этими самосознанием подпитываемся. Они у нас какие-то есть, коллективные, народное самосознания, национольшное, самосознание и мы подпитываемся через это самосознание то есть мы мы такие ощущаем свободу какую-то да свободу именно в этой какой-то национальной культурной традиционной среде свободу нашего творчества творчества такой жизни творческой более-менее интересной и мы говорим мы живем в восточной европе ещё такое здесь понятие. то есть себя приклеиваем к европе и приделим такое понятие восточной европы чтобы приблизиться к 누가 это культурно традиционной творческой жизни получить этот ресурс отсюда подключиться. а когда мы сюда приходим здесь нет ресурса нет культурно традиционное ресурса для интересной жизни покой . интересной, позитивной, говорят ее, жизнь и так далее, то здесь есть самосознание как ментальности. Самосознание ментальности, оно создает напряжение, которым вам охотно подключиться к американскому самосознанию. Вот этот переходничок нам необходимо сделать для начала. Мы не можем свой менталитет полностью трансформировать, свой менталитет, переключиться полностью, потому что мы не являемся носителями. То есть мигранты, приехали мигранты, первое поколение мигрантов, второе поколение, они уже будут иметь даже во втором или третьем поколении, потому что будет у вас такая проблематика, когда у вас дети идут в маленькие школы, и они быстро адаптируются и подключаются к американской ментальности, принимают язык, язык и принимают ментальность. И вы перестудите понимать своих детей, своих близких людей, которые растут, и у них к вам несколько взаимопонимания пропадает. То есть взаимопонимание с помощью культуры и традиций, которые происходят между близкими людьми. Здесь взаимопонимание, нет такого слова взаимопонимания, есть и ментальность. Есть самосознание ментальности, у каждого человека оно отдельное, и когда в масштабах какого-то сообщества образуется такая ментальность. Мы сейчас об этом не говорим, потому что нам нужен ментальный переходник. Ментальный переходник, мы его создаем с помощью некой системы, некой конструкции, некой конструкции. Эту конструкцию каждый из вас создаст свою собственную. То есть здесь важно, что у вас нет универсального переходника какого-то, что один создал свой переходник, поделился там с соседом, рассказал ему, как это в сообщество пришло своё, сказал, вот так я сделал, вот так, вот так, вот так. И я теперь понимаю, натив, натив понимаю, очень мне с ними хорошо взаимодействуют, да, и они меня принимают за своего. Вот. Теперь мы понимаем, с вами следующий термин, то есть мы понимаем, что мы здесь чужие. Здесь мы чужие. Этот термин очень важный для американской ментальности, то есть вы чужие вот здесь. А вам хотелось бы за своими, да? Мы свои, нас принимают за своих. Здесь нет никого доверия, здесь есть либо ты свой, либо ты чужой. Больше никого нет. Нет никого шатания, болтания, что якобы и ты отдел выучил английский язык, и ты выучил там национальный язык немецкий, французский, начал хорошо разговаривать, без акцентов там, и ты стал уже как бы практически своим здесь, да? Только благодаря тому, что ты правильно говоришь на французском языке. Или ты соблюдаешь там немецкие традиции, да? И ты уже становишься своим. Более-менее, да? Ну и более-менее, да? Здесь английский язык вам не поможет, вы не станете своим. Вы будете все равно чужим, пока вы не подключитесь к менталитету. Когда у вас создастся ментальность. То есть вы будете пытаться соблюдать какие-то культурные, традиционные какие-то, вы видите в сообществе, в городе, какие-то ритуалы, праздники там, вы будете там Рождество отмечать, там индейку готовить, приглашать к себе местных соседей, к себе в гости показывать, вот я соблюдаю ваши традиции, вот я, понимаете, индейку пожарил, вот я это сделаю. Но ощущение такого, как у вас вот здесь, вот в такой розеточке, у вас не будет. Вы не можете сюда подключиться вот так, потому что у вас не такая розеточка. Нет, у вас ментальности, у вас нет. Вы к менталитету должны подключиться. Понимание менталитета очень такое непростое, так как определение менталитета, это не из психологии. То есть, менталитетом разные источники, разные исследователи формируют это понятие по-разному. Многие даже говорят, что менталитета не существует совсем. То есть, менталитета, ну, по русскому языке, какой-то склад ума, умоспособность к мышлению, к умоспособность, то есть, мышление, мышление нам необходимо. То есть, вот здесь надо к мышлению подключиться. Если мы здесь подключаемся к культуре, к культуре поведения, здесь подключаемся к традициям каких-то поступков, каких-то обрядов там и так далее, здесь традиции и культуры, то здесь нужно мышление. Достаточно сложное уже такое понятие, когда мы с ним говорим с вами, говорим о мышлении, и создать такой адаптер мышления для мышления на английском языке. Тем более, мы скажем, что нет, можете думать на своем языке. То есть, мышление, оно универсальное. Универсальное сознание. Все люди, мысли, как бы, они одинаково, мы мыслим на одинаковом языке для мозга. Мышление. Так вот, мы подключаемся к мышлению, менталитет, адаптация систем, к системе, к какому-то мышлению. Так вот, нам необходимо этот адаптер мышления создать. Еще раз это повторять буду много раз, потому что повторение это тренировка. То есть, когда мы говорим об этом, мы всегда говорим о тренировке, о повторении, о повторении, о повторении каких-то действий или движений, чтобы нам сформировать пространство. И поэтому мы будем говорить с вами о вещах и о предметах. значит, у вас будут, не буду рисовать никуда, куда писать, а куда рисовать? Куда рисовать? У вас будут вещи и предметы. Предметы, вещи и предметы вам нужны, чтобы сложить как-то, какой-то адаптер сложить из вещей и предметов. Не из учебников, не из знаний, это важно, а из предметов. То есть, каждый предмет вы будете как бы исследовать. То есть, сначала, а вещи вы что будете делать с вещами? Вещи будете вы употреблять. Самое веселое в этом деле употребление вещей. Вот. А второе, это применение предметов. То есть, предметы как инструменты могут быть у вас, а вещи могут быть как потребление вещей, или они как бы как безделушки у вас. И для этого в первую очередь, чтобы вот это подключиться к менталитету, нам необходимы соответствующие вещи и предметы, которые для вашего мышления доступны на вот этом уровне. То есть, пока у вас в голове еще культура находится, пока у вас в голове еще находятся традиции. от которых вам надо как бы сказать абстрагироваться, то есть, отодвинуться от них. Отодвинуться, сказать, это теперь фон моей жизни. Это фон. Это не я. Это не я. Это культура и традиции. Это фон. Теперь на этом фоне будет мышление. Мышление будет у меня. Поэтому культурные, традиционные вещи, предметы мы что делаем? Мы убираем их в стороночку. Убираем. под какую-то кладовочку и все эти вещи, предметы, которые ассоциируются у нас с культурой и традициями, туда вносим. Туда складываем. Безусловно. То есть, берем, обращая внимание, это культурный предмет. Он у меня ассоциируется с каким-то культурным процессом. Это традиционный предмет. Он у меня ассоциируется с какой-то традицией. И эту традицию связана здесь у меня с чем-то еще. И мы тоже этот предмет убираем. Все вещи культурные убираем, традиционные предметы убираем. Теперь заносим сюда предметы и вещи, которые будем исследовать, изучать, то есть потреблять. Потреблять как исследование. Понимаете? То есть, вы потребляете как исследование. изменяется ваше поведение. Как покупателем вы перестаете быть, в первую очередь. То есть, в повседневной жизни вы ставите себе такую задачу первую перестать быть покупателем. То есть, вы ежедневные поездки в супермаркет как покупателем. То есть, вы были покупателем, покупателем. Вы покупали вещи и вещи, предметы. вещи, предметы обихода, все любые вещи. И вы теперь говорите, все, я теперь не покупатель. Я ничего не покупаю. И я не продавец. То есть, я сам себе тоже ничего не продаю. Понятно? Это важно. Чтобы ваши вещи, предметы перешли из этих состояния, найти другие вещи, предметы, которые будут подходить для мышления, вам надо убрать состояние покупателя и состояние продавца, которое вы постоянно себе делаете. Вы постоянно продаете себе какую-то вещь, неиспользованную, или использованную, вы продаете себе, купили новый телефон, и начинаете его себе постоянно каждый день продавать. Протирать его тряпочкой, использовать, дышать на него и так далее. То есть, какой-то период эйфории от покупки. как только у вас в покупке предмет теряет свои качества, которые вы создавали с эмоционально чувственным состоянием, ценностями, то этот предмет перестает вас интересовать в культуре и традициях. Как только вы замечаете за собой, что вы испытываете к предмету вашей покупки какие-то вот эти эмоции, вау, вау-эффект, кому-то показать охоту, кому-то рассказать охоту, что я приобрел, что у меня вот это есть, и себя похвалить, и себя вознести, что достиг приобретения, вот это, это значит вы попали вот сюда это вы не по той стороне идите, не в туда идите, вам надо идти в сторону мышления, менталитет создавать, не быть покупателем, а быть тем, кем являются все американцы, потребитель, я потребитель, я потребитель, видеоролик большой получится, но он будет большой, я мне, вот сколько там минут будет, 30 минут будет, будете вы смотреть его, не будете смотреть, это как бы ваш интерес, вы становитесь потребитель, не покупатель, категорический, как только вы приходите в магазин и начинаете выбирать, соотносить со своим опытом, своими ценностями, со своим характером, со своими вкусами, какую-то вещь, предмет, начинаете выбирать, осматривать его, говорить белый, красный, черный, зеленый и так далее, то есть, вы предписываете ему какие-то характеристики, вы становитесь покупателем, понятно, если он у вас вызывает эмоции, этот предмет, это тоже становится покупателем, поэтому, мы становимся потребителем, и, чтобы вам проще и было легче перейти от покупателя к потребителю, надо приобретать инструменты, мы покупаем предметы, как инструменты, вы покупаете инструменты, приходите в магазин, приходите в супермаркет и рассматриваете товары, как инструменты, как инструменты для вашего мышления, так будет вам легче, и так необходимо сделать, чтобы нам собрать такой переходничок, чтобы подключиться сюда, в супермаркете, в магазине мы смотрим на инструменты, то есть, мы рассматриваем не как ценность, не как культ какой-то, культ какой-то торговой марки, какое-то там традиционное потребление каких-то товаров, связанное с чем-то, то есть, с какой-то культурой, вы приобретаете инструменты, мы не думайте о том, что инструменты для мышления, нет, это будет у вас инстинктивно возвращаться, то есть, об этом будем в другом ролике говорить, вы будете инстинктивно возвращаться к использованию предметов, как инструментов, то есть, вы покупаете палку не для того, чтобы там зонтиком ходить, рисоваться, есть такая палка, зонтик, раскрываете ее, ходите, красуете, какая она красива, нет, вы покупаете зонтик как инструмент, закрываете с ним от дождя, то есть, вы от дождя, вы думаете о том, что это функционал, то есть, вы думаете о практичности, вещи, то есть, чем меньше вы думаете о ценности, о качествах, о культурности и так далее, то есть вы функционал и ваша задача при когда вы приобретете первый свой инструмент и думать будете об инструменте вам будет очень сложно вам будет сложно потратить там эти деньги в первую очередь будет сложно приобрести первый инструмент так думаю достаточно концепцию старта я вам рассказал о том что мы хотелось бы пригласить вас на этот курс скажем так адаптация вашей вашей к менталитету сам как самосознанию для того чтобы у вас была способность к мышлению как мышление к американскому менталитету чтобы могли подключиться к нему и ощущать себя как рыба в воде быть своим любой среде обитания на любой глубине куда вы опускаетесь и подключаетесь к самосознанию той среды которую опустились на любую глубину сейчас если вы говорить вот этой образе таком вы находитесь ну если там какое-то море море да любим про море на море море океан да только море океана вот есть такая глубина и вот вы находитесь на поверхности в поверхностных водах вот этих там сколько того на глубине там 10 15 20 метров да не кишет жизнь все красиво все ярко солнышкость проникает сквозь эти самые первые слои этой воды да тут значит рыбки разные веселые все это красиво замечательно вот вы находитесь в примерно на ком уровне мы то есть вы светит вам культурное солнышко традиции там какие-то вы свои соблюдаете но в глубь вы опуститься не можете в глубь глубь не может опуститься потому что вы там чужие и вас там съедят поэтому вы там опуститься не можете а вам хочется опуститься в глубину самосознание стать там своим и подключиться к ресурсам напряжение получить энергию силы спасибо вам друзья за внимание поэтому кому интересно в телеграм канале телеграм-канал метан такой пока не канал просто профиль я создал пустой такую и его ссылку буду все время там здесь делать интересно интересно пишите комментарии с вами был виталий так кстати да у меня видеоролики там 26 видео роликов и записал на канале и всех закрыл по поводу американского минуты лета как бы демонстрация своей экспертности в этом вопросе то есть я достаточно уже долго изучая этот вопрос и экспертность у меня определенная есть да и ими есть чем с вам поделиться показать вам как адаптироваться к американской среде обитания вот к этому океану вот это глубине спасибо вам за внимание всего доброго с вами был я виталий